Так, еще раз, значит, Савенича Елена Александровна, вы ее уже знаете, передаю от нее привет, сейчас позвонила за пять минут до вебинара, вот, и сказала, что подарила одну из книг моих, она в Мичуринске. Там, там, музей Мичурина, там, вот, этот случай и те случаи, когда она разговаривала с очень серьезными учеными, показывала книгу, получается, она открывала уже не Америку, а Сибирь, то есть, мы живем пока в параллельном мирах, и ничего с этим пока поделать нельзя, может быть, так все останется. Значит, сейчас Елена Александровна, вот она на экране, она является единственным мостиком, больше мостиков нет, умер Чернышев. Вот, когда-то он был замдиректора зональной станции Садовоса, мой друг, к огромному сожалению. Вот, с Челябинским мясским институтом, которым на тот момент руководил Ваулин, связь эпизодическая, кое-что растет у него мое. Дальше что-то в голову не привыкли, неужели это все? Да, в общем, плохо дело. Итак, значит, получается, что вот перед нами мостик, вот, и я почему ее вспомнил, сейчас объясню почему. Значит, дело в том, что она позвонила еще несколько дней назад, опять коротенький разговор, впечатление моря, будем проходить, будем сидеть рядом и вам все рассказывать. Она будет рассказывать, а я буду только это, вставлять отдельные реплики. Так, и, значит, она сказала так, меня везут, меня еще повезут в какое-то крупное хозяйство, в котором есть абрикосы и черешни. Набрать ли у них косточек? Я сказал, набрать. Если вы, Елена Александровна, будете заниматься диссертацией, то есть будете делать диссертацию именно по черешням. Дело в том, что черешня в этом году, для меня это сенсация, это свежий снимок. Вот хоть, ну тут так получается, именно в этом виде. Уже я фотографии делал сегодня, но все показать не могу. Уже все исклевано. Эти фотографии дня 3, 2, 3, уже все исклевано. В этом году птицы голоднючие. Вот. И, значит, феномен заключается в том, что на фоне очень сильно подмерзли персики, сейчас ладом восстанавливается. Такое впечатление, что, ну есть уже плоды на черешнях, привитых на вишне сибирской афтанговой, то это, наверное, предел. Есть сухие ветки, видите? Сейчас это предел. Сейчас это, на данный момент, у меня таких деревьев. Это было 100, 5-6 деревьев. Это, да, еще 3 отдельно дерева, привет Канчины, которые я критиковал, прошу прощения, за избыточное калечение деревьев. Аналия Аптера я вообще забываю посмотреть, но Брянская Розовая у меня тоже плодоносит. Примерно о таком же, это, не густо, не жидко, а где-то так. Вот, у меня это, то есть оказывается, что берем южную, черешню Боднера у меня плодоносит, которая привит, я лично, на вишню сибирской афтанговой, и из этого, откуда, точно не знаю, просил отозваться человека, который прислал веточки, это с этого самого, с Волги, вот, где-то в Новгородской области, примерно, вот, с огромного 40-летнего дерева, черешня была, веточка срезана, прислана у меня тоже плодоносит, затем, желтая погибла, теперь вот, если только дюки пожелтеют, то есть, дюками я назвал подвой, которым, по барабану наши морозы, если пожелтеют, значит, стану дюками. И последний палец, последний палец, это, это, значит, так, нет, пожалуй, все. И вот, значит, где-то такое же огромное старинное дерево нашла в тех краях Савельич, вот, и с урожаем еще, в общем, я сказал, собирайте косточки, если уж у меня вот это живет, а ведь Боднар, который, так сказать, первый шаг сделал, у него настоящий, единственный в Сибири, мой-то сад рядом с ним не смотрится. Будем считать, что он не единственный, но лучший сад, и первый, и все сады состоят из двух штук, то есть у него и у меня, вот, и в черемшках несколько деревьев, его руками посажено у других людей, не хватало места. И вот получается это все, и вот эти были в магазинных котиках. В магазинных котиках это крайний ехать, поэтому то, что приведет Савельич, все это будет представлять интерес, надо их проращивать и переносить на подвои сибирские. Не перенести, все замерзнуть. У меня непривитые боднаровские несколько саженцев, тогда мы не дружили, еще за полсыны у него купил несколько саженцев разных самых, и за несколько лет они все замерзли, будучи непривитыми. Ладно, а вот это вот 4 июля, не апреля, не мая, не июня, не июля. Я сделал эту фотографию по пути, в общем, здесь речь идет, я подчеркиваю, это все та же дебильнейшая вот эта вот, как бы бита в башню. Вот эти штамбы голые, где вот эти почки или были отрезаны, или выковырены почками еще, младенческие, и получились вот такие деревья. И все это ждет своих покупателей. Все это умрет, будучи пересажены. Вот это такая картинка, ну и я вверху уже обмалывался об этом, вот. Да, если повторяться не хочется, полюбовались. Это наша действительность.